здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал атмосферное электричество зарядка в штатах значит спасибо мое спасибо большое моим подписчикам которые присылают мне информацию вот одна из таких интересных статей найден способ заряжать смартфон от воздуха исследователи массачусетского технологического института разработали устройство способное вырабатывать электричество из атмосферы об этом сообщается на сайте института вот здесь значит найдете вот сайт института и можете об этом деле конкретнее прочитать устройство работает на основе ежедневных колебаний температуры окружающей среды так при разнице дневной и ночной температуры в 10 градусов цельсия она вырабатывает 1 и 3 милливатта энергии и 350 милливольт потенциала этого достаточно для обеспечения работы простых датчиков и средств связи внутри устройства находится металлическая пена из меди и никеля покрытая слоем графена и наполненная специальным воском в результате одна сторона прибора выделяет тепло тогда как другая накапливает и такие колебания температур позволяют вырабатывать электроэнергию этот термальный резонатор по словам ученых обладает наивысшей тепловой инерцией из известных науки специалисты планируют увеличить его мощность чтобы обеспечить возможность заряжать мобильные устройства включая смартфоны предполагается что в будущем термальный резонатор позволит электрофицировать удаленные регионы а также обеспечить электроэнергии космонавтов и тут же на под этим же постом еще на эту же тему вот ссылки по теме зарядка от телефона убила малазийца apple изобрела бесконечную батарею для iphone и создан заряжающийся за несколько секунд аккумулятор давайте мы эту же статью и прочитаем потому что там опять же идет речь о графене создан заряжающийся за несколько секунд аккумуляторах группа ученых из университета центральной флориды разработала новый метод производства гибких суперконденсаторов пишет смартфон с таким источником питания будет способен способен проработать неделю а заряжаться в считанные секунды отличие суперконденсатора от привычного аккумулятора в том что он хранит заряд на поверхности для производства суперконденсаторов использовались миллионы нитей толщиной в нанометр которые покрыты тонкой пластиной из графена это обеспечивает высокую плотность энергии и удельную мощность а также ускоренный трансфер электронов для быстрой зарядки случае с портативным с портативными электронными устройствами наши материалы превосходят традиционной по плотности энергии удаленной мощности и стабильности жизненного цикла говорит один из главных участников исследования нитин худхари ученые называют свою разработку подтверждение концепции и планируют западет он запатентовать новый метод создания суперконденсаторов специалисты надеются что их источник питания получит широкое распространение и найдет применение не только смартфонах но и в других областях и у меня сразу же возникает вопрос почему в америке на одной статье на одной странице я вам прочитал уже два найденных открытия а наши нанотехнологии не слышны и не видны а только слышим мы как где-то что-то в на на этой нашей области украли своровали или потеряли спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документах и конечно же присылайте свои интересные находки до свидания